Вы потеряете деньги, которые держите за бугром. Разве не видите это? В условиях санкции и никто вам не поможет. Развращайте деньги, держите в Казахстане. Какая гарантия нужна вам? Законами, указами я это сделаю. Ребята, всем привет. Я даже не знаю, как вы отнесетесь к этой информации, но ударники капиталистического труда в Казахстане поднялись в рейтинге. Об этом сообщает сайт Радиозатык. В принципе, может быть, эта информация кого-то расстроит, а кого-то и обрадует. Но так или иначе, это достижение нашего сегодняшнего Казахстана. И вот что пишется. Ага, миллиардеры из Казахстана поднялись в списке Forbes. Ну и далее. Сами понимаете, кто именно эти лица. Это родственники того самого первого. Пятеро казахстанских миллиардеров улучшили позиции в списке богатейших людей мира, ежегодно составляя его умым американским журналом Forbes. Совокупное состояние четыре Кулебаевых, средней дочери и зятя президента Казахстана, Назарбаева из Дании оценило в более 6 миллиардов долларов. Ого, вот такие дела. Ну и далее. Здесь пишут. Следующий это владелец компании «Казахмыс» Владимир Ким. За год заметно поднялся в списке Forbes. Он занял 424-ю строчку рейтинга, тогда как в прошлом году был на 766-м месте. В общем, состояние Кима выросло за год на полтора миллиарда долларов. Ну и следующий, сейчас я вам назову его, это бывший управляющий делами президента Казахстана Булат Утимуратов. Он расположился на 645-м месте списка. В прошлом году он был на 924-й позиции. Его капитал за год вырос с 2 миллиардов 600 миллионов до 3 миллиардов 500 миллионов долларов. В общем, бизнес, интересы у Тимуратова охватывают недвижимость, телекоммуникации, медиа, банковский сектор и т.д. и т.п. Зарабатывая на казахстанских ресурсах, работая у нас и держит деньги там. Почему эти деньги не работают на Казахстан? В общем, ребята, вот такие дела. Я дальше не буду читать. Хотите, пройдите по ссылке и узнаете более подробно. Но хотел бы от себя добавить, что все те капиталы, которые они здесь состряпали в Казахстане, ну, наверное, скорее всего, это результат их предпринимательской деятельности. Они набили руку в результате жесткой конкуренции в рыночной свободной экономике, в условиях демократического государства. Они это все заработали, как бы честно, ну, порядочно. Но кто, правда, поверить мне, вот в эти слова скажет, что вот, Оскар там пиярит этих олигархов. Ну, даже если бы мне кто-то за это заплатил, и я бы это пытался вам внушить, я бы сам этому не поверил, и мне бы никто не поверил. Но так или иначе, ну, можно ли вообще заработать в Казахстане в условиях, когда у нас непонятно что, с экономикой сейчас в стране, особенно когда они вышли из 90-х, где мы, как граждане Республики Казахстан, которая отсоединилась от Советского Союза, бывшего, который разводился, ушел в небытие. Казахстан вышел, кстати, в последнюю очередь. И вот эта вся собственность, бывшая, доставшаяся от Советского Союза, весь этот мощнейший экономический рычаг, я имею в виду промышленность, легкая, тяжелая промышленность, аграрный сектор, все это досталось новой власти, и была принята массовая приоритизация, второй этап, где мы, как казахстанцы, должны были стать, ну, со собственниками всей этой собственности. Идея, сами знаете, была какая. Всю эту собственность как бы поделить на всех, и выдать в виде инвестиционных купонов, и мы должны были эти инвестиционные купоны потом отнести в инвестиционные фонды. Эти инвестиционные фонды должны были их поменять на акции, и таким образом мы должны были стать, как бы, акционерами. Но это не произошло. Что получилось от этой массовой приоритизации, это, ну, в простонародье называлось потом и сейчас прихватизация. Прихватили те, кто были у власти, прихватили те, кто занимал чиновничьи на тот момент стульчики. Ну, и вот, это результат, ну, их недеятельности. Они заработали таким способом, стали богатыми. Ну, в принципе, я считаю так, что стратегические отрасли экономики, они все-таки должны были остаться в руках государства. Это нефтянка, это железная дорога, это электросетевые компании. Должны были все вот эти флагманы остаться в руках государства. Но это не произошло, все это ушло в частные руки. И, как бы, давая понять, что мы же идем в рыночном направлении, и все должно быть частным, должна быть конкуренция, и под этим соусом все это отдали в частные руки. Ну, в итоге получилось так, что ни рыночной экономики, ни частной собственности, ну, и ни то, что мы хотели, не получилось. В результате одни обогатились, непонятно как, а другие остались у разбитого корыта. Ну, вот, ихние миллиарды, это непонятно откуда. Каким образом они стали богатые? Конечно, мы люди не глупые, мы живем в Казахстане, и мы понимаем, откуда эти состояния у них, у этих, так называемых, олигархов. Мы это хорошо понимаем, даже не надо ходить гадалки. Вот и все. У кого есть что сказать по этому поводу, оставляйте свои комментарии под видео. Да, и забыл я сообщить. Хотел бы поздравить наших женщин, девушек с 8 марта. Ну, пожелать счастья, удачи, и чтобы 8 марта было не один раз в год, а каждый день для вас. Ну, как-то так. В общем, кому ролик понравился, ставим лайк и подписываемся на канал. Всем пока. Я однако, что Соединенные Штаты Америки это сделали, вскрыли все офшоры, которые есть в мире. Даже в Швейцарии никто не может спокойно сидеть. В Англии уже объявили, что все российские олигархи, куда причисляют и казахстанских, должны открыть все свои счета.